а здрасте всем друзья привет уленьки продолжаем играть nf марш 22 ферма и у нас уже месяц июль на балансе есть почти 700 тысяч денег и сейчас кстати еще сюда приедут тюки продадутся будет чуть чуть больше там правда всего по моему 6 уков лежит или 5 что-то такое но это не важно друзья что мы сегодня будем делать давайте для начала посмотрим что у нас произошло за кадром этому разумеется здесь будем смотреть потому что денежки до за кадром друзья я выполнил несколько контрактов на тюки из них продано излишков получилось 242 тысячи это принципе довольно много дохода по контрактам 638 тысяч очень много времени у меня на это ушло но ладно честно говоря можно даже посмотреть сколько тюков было затюковано потому что когда мы подключили себе precision farming в этом тракторе появилась вот такая вот классная штука я не в тот трактор сел во счетчик тюков 1141 тюк был затюкован чисто по контрактам а если мы посмотрим общую статистику то уже 3528 сегодня кстати мы опять будем тюковать приехала джесси бишка сейчас она короче все продаст все будет хорошо так вот какие у нас самые большие статьи расходов это обслуживание техники прямо они прям много покупка участка мы в принципе купили поле новая техника это вы все тоже знаете да и ничего интересного тут нету доходы от продажи урожая без понятия что это такое а это скорее всего вот этот эко счет мне дополнительный накапал вот амортизация недвижимости расходы на аренду техники без понятия что это такое может у меня что-то взято в аренду потому что было меньше у меня вот эта штука в аренду взята я ее не купил я ее взял в аренду черт я ее реально взял в аренду так вот друзья у нас есть 703 тысячи и нам надо их потратить еще надо немножко заработать денег что нам для этого надо для начала исправим косяк которые сделали в прошлый раз я даже и не заметил что я его взял в аренду покупаем вот эту штуку красим ее а ладно отставить давайте покрасим в синий цвет как наш вот этот 3g track я не помню какой синий у него был и поменяем вот эти вот штуки я дурак я в принципе в прошлом видео на монтаже уже это показал вам но здесь есть такая штука как крепление можно сзади поставить что за трехточечное крепление и я этого не сделал почему потому что вот я такой поэтому вот эту вот штуку мы отправляем к дилеру в сервис а вот эту штуку мы пока просто отставляем вот сюда стоит здесь никуда не уходим еще друзья к дилеру в сервис мы отправим еще одну штуку а именно нашу опрыскивал q надо тут там тоже улучшение одно поставить связанная с пресижен фарминга тоже дуй тогда на дилер сервис плюс к синему трактору мы тогда покупаем такую штуку правильную и он у нас с полиной не помню какого цвета sky будет такой и под номером 36 она у нас тогда будет тоже третья бочка которую мы с магазина тягаем мне казалось что там темнее трактор но ладно так перехватим управление потому что надо сначала заправить новую бочку вот этим топливом я надеюсь можно будет из одной перегрузить другое она прям тяжковатенько едет с этой бочкой эта штука и вообще не управляемая но правильно она предназначена не для того для чего мы ее используем так отцепляем эту бочку подвозим вот эту бочку и в теории до наполнить нет мы заправили не то мы заправили наполнить прицеп самосвал это у нас прицеп самосвал по моему его нельзя разгружать было здесь у нас номер 34 стоит там у нас номер ладно разгружайся пока она тут перегружается погнали сервис и вот эту вот штуку нам надо настроить и она не настраивается а я читал что она должна настраиваться настраивается видимо другой опрыскиватель который идет взялся и precision farming значит нам надо его купить тут короче какая история мы полезем в справку справка она знаете ли даже платья не есть этот самый справка прикольно значки продуктов платье ни хренашеньки себе ладно это мы все потом посмотрим точное земледелие нас интересует а и тут есть такая штука как эко счет тут я в общем-то почитал что учитывается что не учитывается и тут есть такая штука контроль сорняков максимально счет 30 достигается при применении технологии точечного опрыскивания сорняков так вы полностью контролируете сорняки используя минимум гербициды и достигаете оптимального уровня можно получить очки за механический контроль сорняков но он будет меньше 20 потому что ведет к деградации почвы и более высокому расходу топлива 15 отдаются за опрыскивание всего поля что приводит к максимальному урожаю но без экономии гербицида если совсем не следить за сорняками вы получите минимальный счет 10 в общем то мне что-то вдруг стало интересно на максимум выводить именно вот это к счет хотя вот это вот вся борьба за экологию и для меня немножко все лицемерно выглядит но ладно раз у нас вот эта вот штука не позволяет сделать то что нам надо значит мы выгружаем отсюда наши гербициды покупаем джонников скую с этим самым точечным бздынь а выгрузить гербициды что нельзя частичная ширина нет доступа к этому участку во все же нормально работает еще хорошо было бы чтобы вот это все влезло туда в новый наш опрыскиватель эту хреновину мы оставляем здесь идем магазин покупаем новую джонников скую рабочую ширину давайте мы поставим 28 побольше выбор колес можно узкие шины смело ставить и вот эту вот штуку си энд спрей тридцать девять тысяч она стоит офигеть но чего не сделаешь ради фэн-шу я 37 номер и приколачиваем не посмотрел даже какой объек объем бака у нее объем бункера и здесь не написано так какой у нас здесь неполный поддон вот этот у нас неполный поддон начнем с него три процента сразу есть подозрение что здесь меньше объем бункера до что-то около четырех кубов даже трех я бы сказал 3 360 офигенное число такс надо еще парковку назначить выбираем парковочное место и вот этой штуке тоже его назначаем выводим этого товарища на дорожку про эту бочку надо как-то не забыть и давай шуруй на парковку поливалку здесь у нас 750 литров осталось нам надо ее сторонку здесь вот отодвинуть чтобы она не мешала но про нее надо помнить как бы жалко что выбрасывает на ветер эту штуку мы заправили и давайте в дилер сервис давай шуруй не буксу чё ты начинаешь может до этого нормально с ней ехал а сейчас не хочет так а вот эту штуку мы тогда сдаем из аренды вот это я лошара конечно то что и в аренду взял как это получилось я ума не приложу а вроде тронулся с места нормально так вот эту хреновину мы продаем бздынь можно немножко починить за 37 долларов и продать да я не планировала вот эти деньги тратить которые потратил так приехал молодец теперь надо настроить вот эту штуку и добавить ему крепление конфигурация настроена это все быстро делается но и давай тоже есть паркуйся потом мы с тобой поразвлекаемся 624 тысячи друзья у нас осталось и каков наш план капкан во первых есть у нас немножко вариант заработать есть пару контрактов на сбор урожая и есть контракт на посыпку известью давайте начнем с контрактов а еще кстати у как раз приехал этот товарищ сейчас мы его заблокируем чтобы в табе не маячил нам а еще друзья у нас есть солома 1 миллион литров на хрена он здесь лежит я вообще без понятия в любой момент может появиться у нас солома поэтому ее тоже надо продать какие-никакие а деньги правильно по 34 евро правда всего 34 тысячи получим но ладно на животно-отческую базу загружаешься у нас на склад загрузка и едешь соответственно на эту самую животно-отческую базу и везешь туда солому солома давай погнал покатается немножко и надеюсь что солома то у него полный прицеп влезет далее известь 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 во первых знаете что я подумал надо выключить автоматическую дозировку и поставить самую маленькую но только что то она вообще не меняется view контрактор vehicle это настройки от этого от инспектора и кто-то немало а вот эти настройки не меняются или это самое маленькое значение удалим те кнопки просто да и все чтоб не мешало но vehicle inspector включить выключить курсор мыши это нам не надо вот эту кнопочку мы раз удаляем и едва удаляем чтобы они не ни за что не отвечали я не нажал применить до сохранить управление разумеется во теперь меняется ставим самая маленькая соответственно с этой самой маленькой дозировка мы же идем на чужое поле обрабатывать правильно зачем туда большая дозировка это у нас поле 44 будет соответственно рисуем маршрут на поле номер цель не на поле все правильно вот оно квадратное обычное поле генерируем простой маршрут быстро сделается единственное только надо тебя заправлять съездить поле 44 все сната с начальной точки погнал все все будет хорошо чем съездить заправить извести и пойдет это все дело польет так соломы он полный нагружается это меня радует наверно 2 ман тоже отправить вдвоем они быстрее справиться давай друг тоже вози солом все пускай парниши катаются у нас приехал 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 я видел что он приехал но у него нет сил запарковаться так меняем теперь их местами вот эту штуку мы цепляем как и планировали изначально к нашей вот этой грунтоносу вот будет на нем рассекать и все у него будет классно правильно правильно фары только выключим а трактор наш вот этот электрический будет возить а я помню в цвет попал да ну или почти попал отлично выглядит нормально вот этот электрический трактор у нас будет возить вот этот прицеп все он нормально справляется и его вполне хорошо себе тягает назначаем ему парковку xxx вообще можно и кстати переименовать раз уж такое дело парковка топлива пускай будет называться назначаем одному назначаем второму и отправляем его парковаться чтоб он нормально запарковался мы увидели что это все работает что это все хорошо у нас вот с этим разобрались сейчас продадут соломку и мы тогда поставим работать комбайн хотя комбайн можно уже куда-нибудь ввести у нас есть контракты на уборку и довольно таки жирные большие поля а два контракта на а вес ну давайте начнем с поля 55 ты друг тогда едешь на поле 55 он там начнет работать маршрутика мы тоже сгенерируем с начальной точки где у нас поле 55 вот оно такое прекрасное поле а вот отсюда ты будешь работать 13 7 метра три поворотных полосы и отлично сгенерировали этот маршрут друзья мы сохраним так вот эти вот мы удалим это удалить да вот это удалить да все удаляем я их сохранял потому что делал контракты на тюковку силоса и у меня по одному маршруту ездили косилка и потом тюкалка соответственно косилка работала намного быстрее чем тюкалка и маршруты я и сохранял сейчас же мы сохраняем потому что сохранить курс поле 55 потому что там овес а овес дает соломой мы соответственно запустим тюкалку работать еще потом с овсом так у нас дизель припарковался это он молодец все друг есть тогда на 55 поле он кстати приедет туда сам перецепить жатку что кстати прикольно и начнет его убирать по топливу я не посмотрел что у нас по топливу по топливу полбака всего все равно ему нужно будет заправка поэтому вот этого товарища он у нас припарковался прям шикарно стал на место да да этого товарища мы тогда тоже отправляем на поле номер 55 он будет стоять там и случае чего мы заправим комбайн бздынь давай погнал работой у него работы будет немного поэтому батарейка вроде как у него будет хватать всегда ну заправим если что то эти товарищи нам особо сегодня не понадобится хотя после уборки конечно появится контракт на вспашку на культивацию на посев на удобрение может быть на извести и поэтому сделают все а надо наверное друзья еще поставить керхер и да и выключить фары вот этому товарищу выключили поставить керхер и помыть технику вопрос куда их поставить это у нас и инструменты вот они керхер и в принципе если мы поставим сюда просто вот этот третий трактор до него дотянуться на крышу серьезно прикольно а наверное имеет смысл поставить их здесь давай здесь камеру как-то поудобнее сделать вот давай здесь и давай здесь чем посмотрим чтобы до всего дотянулась единственное и и извести сейчас нету этого товарища но вроде как везде все должно дотягиваться ага офигушки до трактора до вальтера не дотягивается пошла кстати продаваться соломка у нас и 2000 и 46 награды за эко счет какие-то процентики там капают да что-то моечка совсем коротенькая ставить еще что ли там спереди для тракторов отдельно такое себе если честно интересно отсюда дотянется нет черт вырубилась надо на 10 метров последние точнее метр то а точнее даже активация метр аккуратненько подходим ну и вот отсюда моем вальтер господи чем я занимаюсь теории дотягивается до дотягивается нормально так может с этого она нормально кстати да вот с этого вообще прям ближе получается с этого удобнее будет мыть давайте сажалку тоже сполоснем у нас почти все работало я за кадром этого не делал потому что я небольшой любитель она знаете ли для вас для вас можно и помыть так пошла у нас посыпка известия вот поставил минимальную дозировку в левом верхнем углу видно что тратится известь не так быстро как раньше для чужого поля само то на свое поле будем ставить автоматическую дозировку чтобы она посыпала там везде я думаю что имеет смысл после каждого урожая известью поле посыпать немножко добавлять уровень ph тюкалка прямо еще зеленая зеленая на самом деле кстати еще и косилка тоже такая прилично грязная хотя она заканчивала косить дождь был может быть она и не настолько грязная а извести прям вообще мало тратится теперь он уже 30 процентов контракт сделал большого поле потратил всего 4 куба даже 4 куба не потратил приятно так это у нас тоже все чистое счет у нас есть три агрегата тоже все зеленые стоят чумазая туда даже пройти не очень удобно да друзья износ по покраске есть видно такие поцарапанные все деталюшки здесь прикольно прикольно я красить технику не собираюсь потому что это очень дорого стоит но и пока цена она пускай будет пока цена и так водитель на комбайне прибыл наконец-то на поле 55 сейчас моего в инспекторе отследим чтобы нормально там работать начал на эта штука у нас практически чистая все новенькое немножко по дороге проехался но это такое не считается все с этим мы разобрались и раз у нас такое дело да он вообще медленно и застратит шикарно вот это мне прям нравится о все подцепил он все красиво вот этот товарищ у нас тоже приехал а его мы поставим в стороночку чтобы он не мешал так пошло у нас отделение соломки когда закончится уборка мы запустим сюда тюковщика чтоб она ту самую соломку нам собрала мои продадим к себе складировать смысла никакого нету и друзья раз у нас пошла здесь работа то одного мана мы тогда отправляем на поле номер 55 давай едь туда разгружаться ты будешь на бга к нам сюда в этот самый элеватор и работу с комбайном эти ставим так вот почему сначала сюда потому что сначала мы выполнили вот эти два контракта потом нам надо будет собрать солому чтобы контракт не закрылся когда мы соберем солом мы просто отвезем урожай пачкаете два контракта закроем такой план капкан него с этим разобрались с этим все прекрасно погнали друзья на наше 35 поле посмотрим как у него дела на самом деле там ничего не изменилось а взошла наша пшеничка по уровню ph и по уровню азота здесь все прекрасно может быть не хватает где-то местами этого самого ph но уже поздновато где-то лишнее да потому что мы до этого удобряли без датчиков точнее извести поспали ожидаем урожай чуть меньше чем максимум потому что поле требуется во вспашки нужно прикатать его честно говоря не знаю хочу ли я заниматься вот этим вот катком и мульчированием по два процента добавлять каждого урожая может быть и займемся не знаю и друзья нам надо купить еще поля а я в общем то решил какие поля купить это будет 37 38 36 39 обязательно 11 для корнеплодов маленькая мы возьмем 3 4 наверно тоже возьмем 32 29 скорее всего 33 друзья поле с травой мы тоже купим какое-то время пособираем траву а потом на этой площадке разместим животных давайте посмотрим на него прекрасная площадка на травке разместить здесь большой животноводческий комплекс и поставить здесь всех животных рядом с базой мне кажется это будет правильная идея так в будущем и сделаем когда будут животные но сначала надо запастись кормами чтобы чтобы было что жрать этим самым животным может быть 45 поле купим 3 миллиона стоит поля которые я хочу купить в сумме с копейками это без 45 кстати 45 можно будет для травки тоже взять потом вот так что первые наши траты это поля взять вот эти вот то что я сказал и я предлагаю начать тратить деньги и по возможности что-то купить 490 тысяч у нас одно поле раз 421 тысяча 213 298 давайте вот эти вот 213 298 купил вот эти два поля купить и 18 участок купить со скидочками все как надо и погнали на них посмотрим одно у нас тоже прям рядом с базой да у нас все поля рядом с базой и так тут у нас растет чечевица 5 из 6 то есть я вот не помню 6 из 6 и потом собираем на следующий день или вот на 6 день можно собирать а тут нет никаких данных по поводу почву поэтому сейчас нам надо будет анализы все сделать и еще одно поле которое мы взяли маленькая тут у нас пшеница 5 из 7 не ожидаем урожай 63 процента возможно надо будет их еще удобрить сорняков нигде на карте нет и толком они как-то и не вылазит может быть это из-за отключенного сезонного роста может быть еще из-за чего-то но в любом случае мне сейчас придется немножко позаниматься ерундистика я так и не поставил никакого мода более широкие более широкий радиус для вот этого грунтоноса хотя может быть сейчас взять да поменять его прописать давайте раскроем да что маловато там по 32 метра давайте друзья перепишем а сейчас одном секунду я вернусь сохраняем игру и выходим из нее давайте друзья подредактировать эту вот хреновину только надо ее каким-то образом будет найти я не помню где редактируется радиус но ладно ничего страшного где у нас пресижен фарма пресижен фарминг раз скорее всего vehicles это у нас фрисмайзер скаут и вот это вот xml к давайте ее отредактируем черт сколько текста я так понимаю по поиску проще найти рад вот радиус 32 с половиной метра это стандартный давайте поставим я не знаю давайте поставим я не знаю 85 метров и мне кажется это будет то что надо сохраняем этот файлик да 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 перепаковываем архив и идем в нашу ферму бздынь и готово теперь надо только вот этих вот всех товарищей раскидать обратно по тем работам где они работали ты давай работой ты давай друг работой ты продолжай тоже свою работу ты продолжай свою работу и все всех разослали отлично а там у нас не перемещается потому что да у него включенный режим парковки давайте вы выключим и смотрите какой у нас большой теперь кружочек здесь появился где-то я считал что это оптимальное значение для этой карты с большими полями чтобы вот не задолбаться и чтобы был какой-то интерес поэтому давайте в общем-то с ним и играть тем временем уже забилось у нас наш комбайн но ничего страшного там man уже приехал чаона разгрузит овса там немного собирается один man вполне справится с разгрузкой полностью контракт завершён тоже на 44 поле сейчас он там чуть-чуть извести досыпит и и все и поедет обратно тоже парковаться пока мы тут работаем вот так и должно хватить давай бздынь бери образец грунта у нас уже четвертый до получится всяко быстрее чем прошлый раз у нас было но что поделать вроде 4 опять-таки интерес чтобы хоть какой-то оставался делаем так давай вот этот вот кусочек тоже мы берем бздынь и готово было поле 34 нам еще 38 она прям небольшое давайте отправим их на анализ то что мы сейчас взяли у нас вроде как клавиша y было да да и поехали тогда на другое поле сделаем там тоже самое за это время может быть придут результаты с этого поля его дома надо ему наверно тоже парковочное место прописать ибо впадлу мне будет самому все делать и здесь тоже вернулась на базу красавчик 13 кубов всего потратила на довольно таки большое поле при минимальной дозировки так что тоже в общем то было правильным решением я просто контракт на удобрение делал и там на не очень большое поле у меня ушло 10 кубов это прям очень много образцы почвы проанализированы отлично чем мы вот эти соберем отправим на анализ и посмотрим посмотреть что они там нам на анализировали а вот она наше поле парковка известь прибыл красавчик давай вот отсюда наверное все равно мы не сможем это все в один большую уложить лучше взять лишние они не такие дорогие эти образцы с меня 900 списали до черт на самом деле можно было бы уложиться но уже ладно давай вот отсюда берем черт не то нажал давай берем раз точнее 2 видимо я играл на другом уровне сложности что у меня 900 точнее 50 за штуку брала на высоком уровне сложности видимо чуть-чуть подороже давай берем этот черт там маленький пиксель не попал да и не попал вот зараза ладно больше не меньше знаете ли возьмем лишнего ничего страшного и вот здесь тоже мы немножечко не взяли давай возьмем можно было в принципе кстати открывать часть 37 поля все равно мы его собираемся покупать но уже ладно готово отправляем это дело тоже на анализ складываем вот эту вот игрушку и поехали на базу наверное все-таки придумаем парковочное место ближайшее время будем покупать поля за раз мы их все покупать не сможем поэтому это знаете одно поле в день это периодически вот так вот покататься надо будет и чтобы сразу на парковку отправить не мучиться образцы почвы проанализирован тоже хорошо принтак впадлую парковку рисовать сейчас просто вам не передать поэтому давай просто стой да и все так ману нас который приехал да с поля они заезжают сюда ну ладно ничего страшного сколько там солом это осталось 703 куба но в общем то он еще катается и катается также у нас был выполнен контрактик лайминг мы его тоже принимаем обновляем контракты больше ничего такого нету спашка земли есть но понятное дело не хочу но в общем то 4 контракта у нас на уборку а у нас же проанализировали мы хотели смотреть что у нас полями 34 поле уровень ph типа нормально азот плохо надо это поле удобрить где-то перебор где-то недобор много где перебор ожидаемо урожай 97 процентов принципе 97 процентов так то неплохо я бы даже ничего здесь не делал то есть поле удобрено было два раза это точно просто что называется не по фэншую она была удобрена здесь у нас с известью все типа плохо хотя я бы не сказал что так уж все плохо ну ладно азот типа нормально но тут как раз таки именно не хватает видимо для пшеницы надо больше а поле у нас здесь почти целиком из суглинка а вот здесь она прямо еще разные разные уровень ph пока что это но я бы сказал более-менее в норме а азоту наверное вот 38 поле имеет смысл добавить и мы добавим это не проблема у нас есть специально обученный трактор для таких дел даже со специальным датчиком а так что друг ты у нас поле 38 давай острые углы 42 метра все по старинке простой маршрутик совершенно извести у него тут в принципе хватает можно даже на заправку точнее удобрений на заправку ему даже не ехать просто едь удобряй а парковка считая на парковку какое-то поле то у нас 38 38 поле давай включает там курс play со всей силы но потом он припаркуется вроде как немного он удобрение должен будет потратить на все это дело то есть там уже внесены удобрения поэтому дозировка будет небольшой у нас есть сто сорок восемь тысяч двести двадцать девять тридцать третье поле она пока не принципиально 24 это участки простите не поля 216 я думаю что мы выполнили все контракты купим еще какое-нибудь поле а может даже и не одно в случае друзья контрактики эти я уже добью за кадром соответственно в следующей серии получается еще какие-нибудь поля мы купим еще каким-нибудь контракт и что-нибудь интересное будет возможно уже скоро сборка урожая у нас и вот в сентябре у нас уже будет еще одна партия тюковки контрактов на тюковку и хотелось бы к сентябрю насобирать миллион 600 и купить биогаз возможно конечно это наполеоновские планы но было бы очень здорово давайте посмотрим чтобы этот чел нормально здесь работал посмотрим на расход удобрения сюда чтобы не сильно высоким был полис канала и растет но я думаю что мы тоже ближайшие дни приобретем еще пару дней до созревания будет ожидаемый урожай 107 процентов где-то 107 где-то 102 сейчас посмотрим что изменится после внесения удобрения и сколько удобрений будет внесена не зайдем сюда пшеница суглинок там не специально даже таблица по внесению если вдруг кто хочет вручную это все делать но эти здесь расход прям небольшой потому что удобрения уже были внесены с он выйдет на проходку по смогу видите на прям на скорости автоматика на самом деле я почитал вот эти вот эко счет как работают гербициды вот эти датчики точечного внесения и на самом деле техника продвинулась уже до такого уровня что я прям аж впечатлен был классно погнал поливать видите удобрение уходит в принципе то и немного шикарно единственное надо не забывать переключать дозировку на автоматическую на свои поля и на минимальную вручную при работе на чужих полях все ты у нас здесь поливаешь и у нас здесь стало сто пятнадцать процентов но немножко извести не хватает возможно кстати еще и что у нас тут нужно прикатать мы этим не занимаемся конечно во вспашки не нужнается и не мульчирована не знаю напишите вот кстати в комментариях товарищи спонсоры надо ли вот это вот все еще купить каток мульчер чтобы прям максимум выжимать из поля или ну его нахер пожалуйста но здесь у нас азот 170 и 180 180 в общем-то идеальном он стал это прекрасно так вот носим друзья тогда мы наверное закончим эту серию закончу я уборочку потихонечку заработаем денежков и купим еще себе полей вот такой вот план капкан спонсором огромное спасибо за поддержку всем огромное спасибо за просмотр комментарии лайки подписки в общем-то все стандартные не забывайте с вами был никита дела и всем пока кем